Друзья, у нас эфир такой внезапный, нежданный, негаданный, как всегда. И будет недолго, поскольку я жду, мне должны привезти кое-что для ритуала. И человека я отправила за этим всем. Он должен подъехать, позвонить. Естественно, мне нужно спуститься, забрать. Поэтому я не очень долго буду с вами. Кто успеет, тот придёт на эфир, в принципе. Дорогие друзья, о чём хочу поговорить? Я настолько устала уже от этой бредятины, которая льётся отовсюду. Я уже, я просто устала отвечать людям, душевнобольным, честно говоря. И время от времени приходится им напоминать. Значит, постоянно одно и то же. Здравствуйте, я... Вот, у меня открылись силы внезапно, как та поломная Курбанова. Я тут поняла, что я чёрная ведьма. Я тут ощутила силы. Вот мне внезапно какой-то дар оставили откуда-то и так далее. Я, по-моему, разжевала эту тему. Всех приветствую. Я думаю, до такой степени я разжевала эту тему и просто объяснила, вот по полкам просто, что более ясно, конкретно, но не бывает объяснений. У меня этих тем очень много касаемо ведьм, касаемо способностей, силы, касаемо того, что такое сила родовая, как она передаётся и так далее, и так далее. Я просто, ну просто я замучилась одно и то же говорить. Есть у меня ролики вновь о ведьмах. Так, Бобров или как там тебя, не Здрээ, а Здравствуйте. Иначе больше ты в моём форуме не появишься. Значит, я настолько уже это всё разжевала, переживала и отдала людям и объяснила, что я думала, что не должны возникать проблемы. Но, как ни странно, вот этот психоз продолжается, и каждый божий день у меня по 30-40 ведьм пишут о их великих способностях и так далее, и так далее. Ну, она занята немного, подойдёт чуть позже, Максим. Здравствуйте, Алина. Дорогие люди, я ещё раз объясняю. Есть три категории ведьмы. Значит, природные ведьмы, прирождённые ведьмы и наученные ведьмы. Природные ведьмы – это люди, которые наследники жреческих родов. Им не передалась сила, но им передалась защита, им передались очень много талантов, знаний внутренних, таких подсознательных. Так, природные ведьмы могут даже не верить в магию, могут даже считать это всё ерундой, это глупостями, суеверием, но сами на самом деле пользуются этими всеми внутренними знаниями и идут вперёд. Природные ведьмы могут стать бизнесвуменами. Здравствуйте, все. Могут стать бизнесвуменами, например, рассчитать, просчитать все ходы своих оппонентов и быть очень, скажем так, такими успешными бизнесвуменами, да? Вести свой бизнес, устранить конкурентов, придумать новые, новые всякие там и так далее, и так далее. Например, в Калифорнии одна, блин, как я забыла её, Люсине, но не помню сейчас фамилию армянского происхождения, женщина, которая начала делать, значит, разного типа украшений из камней и так далее. Она сначала продавала эти камни на рынке, ну вот на рынке камней, а потом начала делать немножко другого типа и так далее. Постепенно, постепенно её дизайн улучшился, она, значит, её клиентская база добавилась, она открыла потом магазин и так далее, и так далее. Добрый вечер, Лиля. И когда у неё спросили, ну, сейчас она одна из ведущих, значит, мастеров, вот каменных там, она моделера, она моделирует, делает, и её фирма выпускает вот эти все ожерелья, ими пользуются все звёзды мира. Все эти голливудские дивы у неё заказывают эти украшения для, там, например, праздника Оскара и так далее, и так далее. Когда у неё спросили, как вот вам далось, она говорит, вы знаете, вот какое-то предчувствие, вот какой-то внутренний голос мне подсказывал, что сделать следующим шагом. Я поняла, что в следующем году почему-то мне показалось, что будет розовый цвет в моде. Я взяла розовый кварц и начала делать из розового кварца такие красивые необработанные куски и так далее. И следующий год действительно пошла в моду вот розовый цвет, и все у меня позакупили. То есть она могла не знать об этом наверняка, никто бы ей не сказал, но вот нечто, какая-то информация выливалась на этого человека, она взяла и сделала вот таким образом. То есть природная ведьма, та, которой дано вот седьмое чувство, чутьё внутреннее. Есть женщины, которые роковые женщины, их называют мужчины ведьмами, потому что не могут их забыть, влюбляются по уши, с ума сходят. Эта женщина каким-то внутренним чутём чувствует этого мужчину, что ему нравится, как ему нравится. Она ведёт себя идеально для него настолько, что он не может без неё жить, вот воздуха не хватает. Природными ведьмами были, например, Мария Каллас, которая красотой-то не отличалась, там глубоко посаженные глаза, большой нос, квадратное такое мужеподобное лицо. Она не была красавицей совершенно, но за неё стрелялись, убивались мужчины. Когда немецкий солдат, который охранял их квартал, узнал, что его будут переводить на другой объект, другой пост, и он уже каждый день не увидит свою любимую Марию, то он пошёл и застрелился. Когда у Каллас упрекнули, мол, ты получаешь такие огромные деньги, даже президент столько не получает зарплаты, она сказала, а я не против, пусть ваш президент поёт, как я, и получает столько же. Понимаете, она была хозяйкой положения, она всё могла себе позволить. Ну, как у любой ведьмы, она была одинока. И вот с этим Аристотель, как там его, этого греческого миллиардера звали, всё, я забыла. Вот с ним не получилось, он женился на, скажем, Жаклин Кеннеди, который тоже прирождённая ведьма. Потому что это женщина роковая, потому что это женщина, у которой были мужья все такие высокопоставленные мужчины, да, тянется. Но она тоже была одинока, и Жаклин была одинока. Первого мужа убили, второй рано, Анасис, да, точно, второй рано умер. Так вот, когда Анасис женился на Жаклин Кеннеди, то Мария Каллас его прокляла. Она прокляла, она прокляла весь их род. И до сих пор, значит, у Анасиса там дети умерли, дочь последняя покончила с собой, с внучкой стала какой-то больной, непонятной там. И хотя они пытаются, дают очень много всяких благотворительных там фондов, организаций, но не могут, ну, искупить свою вину, потому что у Каллас пропал голос после того стресса, что она перенесла. Такой же ведьмой можно назвать Пугачёву, прирождённой ведьмой. Может, она и верит в магию, может, не верит, но то, что её голос очаровал, её манера петь, её необычная подача, понимаете, дорогие друзья, что бы сейчас про неё не говорили, да, я считаю, что она слишком стала доступна народу, и поэтому потеряла немножко своё это вот величие. Но в любом случае это великий человек, это великая женщина, женщина, которая преодолела столько трудностей, травли, и всё такое, и осталась в истории, как одна из величайших известных певиц. То есть люди, которые вот эти женщины, природные ведьмы, они чувствуют, что будет, скажем, как вам сказать, пользоваться спросом, давайте так грубо скажем, да, каким образом идти вперёд, что лучше представить. Если она модельер, она может сделать необычные платья, если она писатель, у неё будут очень необычные книги, точно такая же, какие раскрытия дара. Давайте вот эту хрень, вот я про это говорю сейчас, опять мне эту херню пишут, господи, подождите. Фу. Той же самой ведьмой можно назвать Марину Цветаеву, Анну Ахматову. Это были люди, чьи стихи были просто пророческие, и они сбывались, понимаете, хотя они магией не занимались. Природная ведьма не колдует, то есть ей это и не нужно. А если она возьмётся это делать, у неё получится, но ей это не нужно, у неё нет тяги к этому, она может минимум взять там карты, погадать на них и так далее. У неё всё, расклад, всё получится, но только для себя, для друзей. Вот дальше у неё интереса нет. Но если она поэтесса, она будет лучшей поэтессой, если она певица, она будет лучшая певица, понимаете, и так далее, и так далее. То есть природная ведьма – это, как правило, дети вот тех жреческих каст, жреческих семей, родов, которые унаследовали и защиту, потому что с ними ничего не делается, как бы их ни преследовали, никто не может их сломить. Унаследовали и талант, и умения, и внутренний голос, и им подсказывают, их учат, подсознательно, как бы вперёд их, значит, продвигают, да? Но они не будут колдовать, это не колдуни, это просто природные ведьмы. Ведают они, у них вот это соединение, у них связь с этим космосом, с этими слоями информационными настолько сильна, что вот это все эти знания, умения, эти таланты, они всё равно выходят наружу каким-то образом, то ли песнями, то ли книгами, то ли там модой, то ли ещё чем-нибудь. Та же самая Коко Шанель, да? Тоже у неё жизнь не сложилась, хотя мужчины вокруг неё все ходили, потому что ведьма природная, она могла угадать моду, она одела пол Европы и так далее, но сама была несчастлива. Одним словом, дорогие друзья, в неё тоже были влюблены то принцы, то ещё кто-нибудь, но в итоге она осталась одна, одинока, не дано им. Вот ведьмы они, но не колдующие. Второй момент ведьм, значит, прирождённые ведьмы, те, которые родились для того, чтобы колдовать. Когда ведьма рождается в роду ведьм, в семье, в семействе ведьм, она рано или поздно, будучи ведьмой, становится колдуней. В чём разница между ведьмой и колдуней? Вот просто некоторые идиоты, да, там, Радзавели, скажу, кстати, я скажу Радзавели про них тоже. Причём, то есть, в чём разница, да, что люди, ну, никак не понимают, объясняешь, объясняешь. Ведьма, говорят, ведьма – это та, которая добрая, колдунья – это злая, ну, чушь собачья. Ведьма, она изначально рождается с этой силой, знаниями, умениями, то есть, ей дают, потом помогают, учат её этим пользоваться, эти силы. Подсознательно учат, через наставников учат, неважно. Хочешь, не хочешь, она будет колдовать. Она всю жизнь бежит от этого, убегает. Здравствуйте, боже, она. Она всю жизнь от этого убегает, пытается вырваться, пытается уйти от этого, но не получается, не дают ей это сделать, да. Не дают, и она будет обязательно рано или поздно колдовать. То есть, колдунья – это те ведьмы, которые прирождённые, которым изначально предначертано колдовать, и они никуда от этого не денутся, они будут колдовать. Это второй тип именно тех ведьм, которые колдуют. Они будут до конца жизни колдовать. Им дадут имущество, им дадут славу, уважение, там, почёт, силу, что хочешь. Только не дадут особо заниматься личной жизнью. Ты больше будешь в работе, чем с твоей семьёй. Если ты хочешь, чтобы у тебя была семья или мужчина рядом, то ты должна больше времени уделять не им всем, а своей работе. Вот и всё. Тогда у тебя будет и семья, и всё, что ты хочешь. Но второстепенно не самой главной должна быть семья. Здравствуйте, Дмитрий. Так вот, дорогие друзья, это второй тип. И наученные ведьмы – это женщины, которые интересуются магией. Либо они природные ведьмы, либо случайно пришедшие в эту всю сферу, которые учатся чему-то. И у них вначале может что-то получиться, потому что эти силы заманивают именно таким образом. Они тянут вас туда. Вот как азартный игрок. Сначала ты выигрываешь, выигрываешь 500 тысяч, 2000, 2000, там не знаю сколько тысяч, а потом проигрываешь всё, что у тебя есть. Если наученная ведьма понимает, что она не туда попала, здравствуйте, Хабзат. Если наученная ведьма осознаёт, что это ей во вред и отходит от этого, то её прощают. Если нет, как правило, она гибнет. Вот именно у таких наученных ведьм, которые взяли книги, почитали и в сайтах там просмотрели некоторое время, да, и начинают колдовать. Именно у них рождаются больные дети, или страдают дети, или они сами страдают. И они не знают, что с этим делать, они не понимают, как быть. Потому что у них нет знаний, у них нет осторожности в этом, у них нет понятия, как остановиться, что делать, каким образом и так далее. Так вот, если она ушла, получила урок, перестала это делать, да, много есть людей, которые вначале то колдовали, то нет, вы сейчас скажете, есть такие примеры, когда они потом резко говорят, ой, нет, я больше не буду, мне там какие-то сны пришли или какое-то наказание, я больше не буду. Они резко ударяются в религию, то есть для того, чтобы люди от них отстали, мол, все, я ничего не буду делать, от колдовства отрекаюсь. Знаете почему? Потому что получили по шапке, и не знают, как это оправдать, что мы полезли не туда, куда надо. Поэтому они, мол, колдовство это грех, я осознала, поняла, ушла. Потому что это не твое, тебя оттуда выгнали, выгнали пинками и наказанием. Поняла вовремя, спаслась. Нет, значит, будет вся семья, как бы, скажем, за это расплачивается. Вот эти три типа ведьмы. То есть, еще раз говорю, природные ведьмы, уже объяснила, какие прирожденные, которые становятся колдуньями, обязательно колдует, их ведут вперед, и наученные ведьмы. Наученные ведьмы, как правило, в магии идут с корыстными целями. Первым делом, денег заработать или захомутать мужика, вот, и обидели ее, да, она начала копаться в этих всех формах, понять, как можно приворожить, что можно делать, и она пришла в эту сферу. Потому что наученные ведьмы, как правило, приходят в магию только для корыстных целей. Поймите одну вещь, дорогие друзья. Значит, показываю, раз и навсегда говорю, что, чтобы поняли люди, которые просто вот как бы путают, они интерес ко всему мистическому, интерес к магии, интерес ко всему таинственному с призванием. Дорогие друзья, мы все, мало или много, зависит от нашего рода. Если наш род был достойный, если в роду не было убийц, крабителей, недочеловеков, если в роду не было тяжких грехов, если наш род не был разбойничим, если наш род не был там каким-то просто мародерским, если наш род не испачкал свои руки в крови людей и так далее, если наш род приутил сирот, помог людям, открыл богодельни, или был просто честно крестьянский род, который своим чистым, честным трудом зарабатывал и так далее, и так далее. Если наш род энергетически себя не испоганил, значит у нас сильное видение мира, у нас сильная связь со Вселенной. Не обрубили этот канал, по которому мы получаем определенную информацию в этом мире. То есть внутреннее чутье, которое мы чувствуем, да, вот ребенок куда-то едет, а мы не хотим пускать, и мы не пускаем. Со скандалом не пускаем, потом оказывается, что там авария была, например, автобус перевернулся, а ты своего ребенка не пустила, и он остался в живых. Это не означает, что вы ведьма, и что вы увидели это все, да. Подождите секунду, нет, не может в доме, где там ведьма была, родиться обязательно ребенок с силой. Это не так происходит, передача силы. Подождите. Не факт, что если вы чувствуете и оберегаете себя, и у вас есть предчувствие сильное, и вы можете увидеть некоторые события, или предчувствовать некоторые события, это не говорит о том, что вы ведьмы. Или если у вас есть весшие сны, это не говорит о том, что вы ведьмы. Есть энергетически очень сильные люди, есть энергетически сильные, а есть обладающие силой. Огромная разница. Если ваш род, повторяю, был достойным, был человечным, если ваш род сделал очень много хорошего, не испачкал себя в крови невинных и так далее, не был чекистами, белогвардейцами и прочее, прочее, если он достоин, то его детям дается определенная защита. Есть некий страж-хранитель, который рождается вместе с вами, то есть вам дается при рождении. Этот стражник вас предупреждает чувствами, он напрямую вам не скажет, не иди сюда, не приходи туда, тогда вы будете одержимы, если дух с вами будет говорить. А он руководствуется чувствами, он вам внушает чувствами. Вот чувство тревоги, и вы не идете туда. И оказывается, что вы были правы. Вам так изнутри вас предупреждает, вот на вас, как запуская некую тревогу. То есть это предупреждающие знаки, которые человек, если прислушался, да, спасся. Но это не говорит о том, что если вы один раз увидели мысли два раза, пять раз увидели, неважно, и так далее, и так далее, или сны у вас какие-то были, которые сбывались, люди всегда путают это с тем, что, ой, у меня какой-то дар открылся, я ведьма, и прочее, и прочее. Нет, дорогие друзья, то, что вам всем внушает, что вы ведьмы-колдуны, люди, которые это делают, для них это выгодно, у них какие-то школы магии, для того, чтобы вас учить, они должны говорить, да, да, у тебя есть способности, ты все можешь, еще, чтобы впаривать свои книги, обучающие якобы магии, они должны вам, вам внушать, что у вас есть какой-то дар, что вы тоже ведьма, что вы тоже вот, и очень много таких дурочек, которые пришли ко мне, что-то написали, я их послала далеко, да, и они побежали где-то там, там, в формах тявкать на меня, мол, да ну ее, она такая, да сякая, естественно, я такая сякая, потому что я сказала, херней, пожалуйста, не страдай, вот мне сказали, я черная ведьма, ей 18 лет соплячки, она черная ведьма, и вот ей дар какой-то, колдуны Вуду передали, ну, вот предятина, девушка, которая мне писала, что она драконы видит, там, духов видит, когда я ее успокоила, она мне написала, извините, пожалуйста, я перед экзаменом просто всякий бред несу, ну, вот, пожалуйста, но, если она попадет к какому-то там великому магу, открывшему школу магии, то, конечно, он сразу скажет, да, у тебя есть дар, ты должна быть ведьмой, ты ведьмой родилась, и так далее, возьмут деньги, два-три месяца будет какое-то обучение, непонятно, там, гороскопы будут давать каждому характеристики, еще что-нибудь, и пошлют далеко, понимаете, естественно, что, понятное дело, что ничему там не обучают, и как бы близко такого нет, но для того, чтобы впаривать, как бы, свои все эти книги и лекции, естественно, всем говорят, что вы ведьма, не надо на это вестись, и считать, что это ведьма, ведьма природная вообще не является ведьмой, вы чем слушаете, Сауле, природная ведьма, это всего лишь тип женщины, сильной женщины, женщины, идущие вперед, я уже объяснила миллион раз, это природная ведьма, это не означает, что она ведающая, что она колдунья, что она может магией заниматься, просто природная ведьма, та, которая из ведовского рода, но отдаленно, может у нее не быть там бабушка, прабабушка, у нее где-то там за тысячи поколений назад был род, связанный именно с поклонением жрецами, и она рождается с защитой, с определенной силой для себя, с силой преодолеть трудности, фантазии, знания, талант, понимаете, а прирожденная ведьма, это та, которая непосредственно, вот бабушка была, там мать была, еще кто-нибудь, следующая она, понимаете, поколение ведьма, и ей все дано, она со временем, из ведьмы превращается в колдунью, она начинает колдовать, она начинает свои способности, знания применять на деле, вот в чем разница, я еще раз объяснять не буду, пожалуйста, повнимательнее, ладно, теперь, значит, дорогие друзья, есть люди просто сильные энергетические, они могут иногда вычитывать информацию, есть моменты в жизни, когда у человека жуткий стресс случается, у человека на время открывается определенное ясновидение, вот на месяц-два он начинает видеть каких-то, какие-то там картины, он начинает видеть каких-то людей, он начинает видеть какие-то, как вам сказать, необычные вещи, и удивляется тому, что он это видит, что ему это показывает, это тоже не показатель ведьм, это открылось и закроется, иногда люди говорят, что вот катастрофа случилась, там или авария случилась, или пожар, или еще что-нибудь током ударило, да, или молнии, и резко человек начал лечить, начал принимать, вот у нее открылся дар, во-первых, начнем с того, что это не дар, дар это от слова дарить, подарок, это не дар совершенно, это не даром нам дается, это дается через очень страшные жертвы, чтобы вы знали, поэтому даром это не называть, это сила, сила, умение, знание, так вот, нет, дорогие друзья, не может резко открыться, из-за аварии, из-за пожара, из-за стресса, из-за чего-то еще, дар какой-то, просто это было вложено в этого человека, просто он был из такого рода, если покопаться в его роду, там можно найти людей, которые этим занимались, но после жуткого стресса, вот то, что должно было, скажем, через несколько дней так активизироваться, что-то, какая-то точка, она поворачивается, вот этот кран резко, то есть активизируется, из-за стресса, вот из-за стресса происходит, у человека внутри все переворачивается, мозг, сознание, все переворачивается, поэтому резко включается что-то, и у человека появляется, то есть активизируется то, что у него уже есть, не появляется способность внезапно, оно есть, но просто из-за очень страшного стресса, быстрее открывается это, вот и все, и поэтому мы слышим такие моменты, вот там между жизнью и смертью побывала, или в коме лежала, потом вышла и начала видеть там кого-то, просто человек из-за сильного стресса активизировал внутри себя то, что уже было вложено, и он соединившись в миры мертвых, потому что он побывал между мирами, он уже становится как частью этого мира, и ему показывают то, что вам не видно, и это жизнью-то не назовешь, на самом деле, ничего приятного, хорошего, как бы там и нету, но это дано человеку, вот его судьба, быть ведьмой, и этот крест нести, и помочь этим людям, если вам будет писать одна подруга, каждый день свои все эти трудности, там бедствия, вам это надоест до смерти, а теперь представьте, сколько сотен людей в день мне пишут, свои трудности, бедствия, понятное дело, что они не приходят ко мне, когда у них свадьба и веселье, они приходят, когда им тяжело, они приходят за помощью, за советом, и так далее, так о чем я хочу вам сказать, дорогие друзья, прекращайте, пожалуйста, принимать за какой-то дар, за способность, за какое-то там предназначение, то, что вам на самом деле не дано, какой-то один сон, какой-то, скажем, скажем так, пророческий какой-то момент, что-то вам показали, что-то вы увидели, это не говорит о даре, есть моменты, когда человек видит потусторонний мир, это значит одержимость, это очень плохо, это надо закрыть, бывают моменты, когда человек проклят, ему все время приходят духи, чтобы его мучить, а он считает, что она ведьма, вот ей это все дано, и так далее, и так далее, что значит прирожденная ведьма, может делать карьеру, или должна только колдовать, если вы намекаете на себя, вы не прирожденная, и не природная ведьма, и даже не наученная, так что можете спокойно жить, прирожденная ведьма, может иметь очень много профессий, если бы вы знали, сколько профессий у ведьмы, сколько всего они могут, они очень много чего могут, они в ремеслах всяких, знаете, очень искусные, и так далее, и так далее, не было никакого дара, Сауле, будьте добры, я уже устала, вот, я про это только что сказала, был это дар, или сила, господи, из всяких кишлаков, как понаедут сюда, ей богу, извините, конечно, за выражение, но уже не могу, не выдерживай просто, но вот аула кишлакская, вот это вот, не могу же терпеть, я полчаса говорю, человек опять, а это был дар, или сила, нету дара, дар, это когда тебе даром дают, а Ванге выкололи глаза, в детстве, понимаете, она перенесла насилие, просто, чтобы ее не обидеть, не оскорбить, об этом не упомянулась, и сказали, мол, ветер ее поднял, ударил там оскал, и вот у нее глаза залились песком, неправда это, ей выкололи глаза, а зачем это было сделано, вообще все, очень многие, среди людей, которые очень сильны, среди людей силы, очень много слепых, полуслепых, плохо видящих, у нас у всех проблема с глазами, почему, объясню, потому что мы должны смотреть в душу, лишнее нам видеть не надо, это первое, понимаете, мы должны наполовину быть в мире мертвых, человек, который не видит или видит наполовину, находится наполовину в мире мертвых, мы от мертвых отличаемся своим зрением, они видят внутренним зрением, а мы видим глазами, и когда у нас нет либо глаза, либо вообще нет глаз, мы всегда соединены с миром мертвых, это самые сильные, среди ведьм, чтобы вы знали, никуда вы не выходите, никакой астрал вы не выходите, и даже близко вы не были там, и не имеете никакого представления об астрале, что касается астрала, в астрал мы все выходим, во сне, во сне наша душа отделяется, и поднимается вверх, и когда за нами гонятся определенные силы, то душа бегом падает в наше тело, в наше тело, чтобы спастись, понимаете, и нам кажется, что мы падаем со скалы, мы вздрагиваем, так что в астрале мы все бываем много раз и во снах своих, мы там встречаем своих родственников, мы там видим павших давно людей, и так далее, и так далее, просто мы их не знаем, поэтому мы не знаем, что это мертвое, мы спокойно к этому относимся, ну вот проснился кто-то во сне, но вы не знаете этого человека, и не можете знать, умерший он или живой, как правило, мы там встречаемся с душами, с душами людей, и мы видим определенные миры, нам кажется, что это всего лишь наша фантазия или работа нашего мозга, а на самом деле, это действительно реальное видение, это реальные миры, астральные слои, куда путешествует душа. Теперь, дорогие друзья, если дано, это начинает распирать человека с детства, нет ведьм, которые работают только для себя, только для своих родных, это неправда, такого быть не может. Еще раз повторяю, те, которые природные ведьмы, и много чего дано, эти женщины могут быть рукодельницей, эта женщина может угадать что-то, эта женщина способна защитить свою семью, все ритуалы, которые она проведет там, для простого человека, или какие там ритуалы, у нее будут получаться, потому что у нее есть энергия, она потомок этого рода, но ей не интересно колдовство, она колдовать не будет, она не будет вот такую широкую публику принимать, потому что ей это не интересно, это энергоемкое, ей не хочется, понимаете, а значит, ведьма наученная, которая приходит в магию для зарабатывания денег, она принимает всех и вся, и таких могуев много, но от этого ничего не меняется, абсолютно ни у этих людей, ни у нее, то есть нет толку от ее колдовства, и в конце концов, ей дают по башке, она как пришла, так и исчезает, то есть не дано этому человеку, нету, вот сколько было таких магов, колдунов и так далее, вот это превратили в шоу, в театр, эти все битвы и так далее, это ничего иное, как просто ведьмы научены, или колдуны научены, люди, которые прочитали тут, там, и пришли показать, что они что-то умеют, на самом деле они не умеют, они просто, может быть, очень грамотно, очень правильные вещи говорят, очень много знаний у них в колдовстве, но на практике они не колдуют, и поэтому они как пришли, так и исчезают, ну вспомните, очень многие, ой, великие экстрасенсы, маги, колдуны и так далее, ну и где они, вот столько этих битв было, да, если бы эти люди были такие сильные, сейчас они должны были мировой известностью, но их нету, далее, это все с детства, не может человек только для себя делать, эта сила его будет распираться, съедать изнутри, поэтому не сможет человек просто для себя, для своих родных, знакомых и так далее, не может человек просто для себя это делать, эта сила будет, все, я не буду сейчас Дилара, никакую женщину обсуждать, я говорю совершенно другие вещи, будет распирать, это как ломка, когда я несколько дней не колдую, ничего не делаю, просто пытаюсь отдохнуть, куда-то поехать, что-то купить, мне плохо, у меня как ломка, у наркомана, пока я не сяду, не сделаю что-нибудь, что-нибудь не проведу, я не могу прийти в себя, понимаете, отказываться от силы невозможно, чтобы он болел онкологией, это как раз те самые научные ведьмы, которые пытаются заработать, но на самом деле они к магии не имеют никакого отношения, есть одна ведьма в Польше, якобы ведьма, которая выступала на телевидении, все такое, моя пациентка, скажем, человек, который ко мне обращался, очень просила ей помочь, у нее тоже началась онкология, потому что она влезла в магию, куда ей не надо было лезть, ей уже отрезали все, она вообще никакой надежды, она умирала, я ей помогла, я ей помогла и поставила свои условия, так вот, через некоторое время она мне пишет в возмущении, что вы знаете, я так жалею, что попросила за нее, мне так стыдно, я ей звоню, пишу, она не отвечает, а я вижу, она уже выступает на телевидении, то есть она уже выступает на телевидении, потому что она вылечилась, и она не хочет выйти на связь, понимаете, это самая глупость, людей неблагодарных полно, так вот, если бы она была ведьма, она бы знала, чем чревато не выйти на связь, когда человек с тебя снял онкологию, а она знает, что после этого я болела, что мне очень было плохо, и так далее, вы если бы хоть имели представление о магии, вы бы такую ерунду не написали, что распирает, потом нету сил, нет сил, восстанавливается, при чем здесь это, какая здесь разница, привет, Настя, то есть я хочу сказать, что таких людей, которые научены, да, лезут в видовсток полным-полно, а теперь, пока у меня осталось еще пару минут времени, я хочу сделать объявление, дорогие друзья, если еще раз кто-нибудь мне будет писать, о том, что у него великие способности, что видит дракона во сне, уж тем более гонится за этими драконами, там с коровами, летающими, и так далее, и так далее, я хочу вам сказать следующее, я буду сразу посылать или кидать черный список, не обижайтесь, потому что я замучилась миллион раз снимать и объяснять, люди дорогие, пожалуйста, в 40 лет, 50 лет не открывается никакой дар, никакие способности, есть люди энергетически сильные, есть люди, природные, о которых я уже объясняла, есть люди, у которых просто тяга и интерес к магии, это совершенно разные вещи, человек, ну, мы идем к этому поэтапно, после 20 лет начинаются вот эти все мытарства, вот эти все непрекаянные, вот эти все искания, нас начинает просто, ну, говоря по-русски, колбасить, нас начинает учить, нас начинает пинать, нам не дают строить семью, и все такое, так и было, после 33 лет начинают постепенно приучать нас ко всем этим делам, силам, знаниям, нам дают знания, как этим всем пользоваться, то есть более-более усиленно, как возможно больше, к 40 годам мы уже просто зрелые, состоявшиеся мастера, вообще мы состоявшиеся мастера после 36 уже, но в любом случае, я говорила о вратах магии, я говорила, сколько этапов надо пройти, я говорила о том, что есть люди, которые, скажем, среднее, да, среднее звено ведьмы, есть впереди идущие ведьмы, но это те, которые создают среднее звено, это те, которые пользуются, и основное количество, это среднее звено, это не говорит о том, что среднее звено, они слабые, это говорит о том, что они не создают, им это неинтересно, они берут, созданы и пользуются, и это прекрасно, это очень хорошо, потому что, пошел нахер Ульяма или как там этого придурка зовут. То есть это не имеет никакого такой, знаете, весомости. Просто есть те, которые создают, есть те, которые созданные уже берут, пользуются и очень удачно колдует. Самое главное сделать то, что нужно делать, да? Правильно делать это все. А все остальное, это не имеет значения, ты создаешь или берешь созданные вообще по сути. Но в любом случае есть те, которые создаю, есть те, которые этим созданным пользуются. Основное количество людей, которые мне несут эту чушь про магию, про дар, про все это, они даже представления об этом не имеют. Они просто прочитали что-то, они посмотрели в этих форумах, там где вот такое сборище пишут друг другу, мол, да, я вот вызвала там погосника, я вот вызвала демона, я вот сделала то, я вот сделала вот это. И они сидят и думают, неужели это правда? Ну дай-ка я тоже. Я помню один раз, когда пошла, то есть поехала в магазин магии что-то купить, и там, значит, стоят двое и спиритическую доску хотят взять, и один говорит, а скажите, а он у вас работает? Он говорит, что значит работает? Ну, вы должны вызвать. А вдруг он сломленный, не сработает? Вы можете представить, эти люди занимаются магией, они говорят о магии. Это настолько безграмотно, она одна там была с утиными вот такими губами. У вас есть какие-нибудь заговоры любовные вот как бы для этих любовные заговоры? Приносит человек, значит, старые заговоры, старинные заговоры любовные. Кстати, очень редкая книга, и когда она посмотрела на эту книгу, я уж прям аж задрожала вся, я думала, дай мне эту книгу, куда ты суёшь? Она говорит, а это что? Это древние? А что-нибудь посовременнее есть? Хотела сказать, какая же ты тура, боже мой! Древнее, оно содержит в себе больше силы, потому что оно испробовано веками. И всё, что я строю, всё, что я дарю людям, это построено на древних знаниях, и в этих древних знаниях, и словах, и словах-ключах, и так далее, сокрыта очень мощная сила, которая веками просто подпитывается и усиливается. И она говорит, это дура, утиная. А есть что-нибудь посовременное, а то это древние, старые, как-то вот не очень. Ей кажется, что если это старые заговоры, они, значит, уже мода на них прошла. Нужны новые. Вы можете представить? А почему она хочет любовные? Потому что в России каждая вторая женщина хочет приворожить, потому что себя не уважает. За каждого алкаша идут просто бои, потому что мужчин стало намного меньше из-за этих войн последние десятилетия и так далее, да? И естественно, она будет любовной, вот самые аферистические вот эти сайты, первым делом предлагающие любовные ритуалы. И учтите, никто из них, никто из них не знает, не умеет не привораживать, не отвораживать, ничего они не умеют, но поскольку они знают, что это пользуется спросом, они именно на это делают акцент. Если ведьма делает акцент на привороты, она не ведьма, она аферюга, потому что основное количество просто работает на клиентов, то есть есть спрос, есть предложение. Как правило, ведьмы, дорогие друзья, отговаривают женщину, что не надо это делать, придёт другой человек, давай я вызову жениха, давай я помогу, давай я поверну всё, не надо его возвращать, он же тебя мучил, потому что ведьмы не просто колдуньи, которые берут деньги за свою работу, они ещё зрелые женщины, они ещё женщины, прошедшие многое в жизни, они мудры, понимаете, они знают, что лучше для женщин, для человека вообще. И ни одна ведьма с охотой не берётся за привороты. Пусть кинет на меня камень та ведьма, которая скажет, что с радостью берётся за привороты. Один на миллион и сто раз жалеем, потому что, как правило, это такие озабоченные дуры, которые каждый день звонят и воют. Ой, не пришёл, ой, не позвонил. И вот когда ты эту работу заканчиваешь и говоришь, всё, зареклась я, всё, я в жизни больше приворот не возьму, вообще не хочу знать это всё. И это правильно. Единственный случай, когда берёшься за приворот, это когда женщина здравомыслящая, умная, достойная, понимает, что ей просто мужик нужен для чего-то. Вот эта женщина умеет ждать, с ней приятно работать, с ней интересно иметь дело, потому что она знает, что она хочет. У неё есть свои цели, она этой цели добивается. Всё остальное это просто войной каких-то озабоченных самок, которые, извините меня, мы сами, прошедшие это всё, мы сами холодные такие, знаете, холодно относящиеся к любви, ко всему этому нас раздражают эти нюни-слюни. Всё, дорогие друзья, я иду сейчас забирать то, что мне нужно. Я вам, естественно, потом покажу, что это, там есть и подарок мне, и то, что я сама приобрела, и так далее, и так далее. Извините, что эфир был короткий, но он был очень содержательный. Я вас очень прошу, не пишите мне больше о своих великих дарах и прочее, прочее. Не пишите, пожалуйста, не желаю я это читать. Не отвлекайте меня на эту хрень собачью, когда очень много людей ждут и не могут дождаться моих ответов. Всего доброго, всем удачи. До встречи, кстати, в скором времени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok